Я стал нищим сегодня, блядь, ребята. Сука. Я думал, у меня всё очень хорошо, блядь. Я думал, у меня в жизни всё очень хорошо. Я думал, ебать, до нового года я закрываю ипотеку, махуй. Я думал, сейчас я буду разбрасываться деньгами. Делал вот эти просто раздачи подписок по 10 тысяч рублей в Телеграме. Просто потому что, ну, я думал, добрый, у меня есть лишние деньги. Думал, всё нормально, блядь. Сегодня я встретился с дизайнером дома. Она говорит, нам надо встретиться, там, ну, большая сумма за лестницу выходит. А я знаю, что при постройке домов одно из самых дорогих это лестницу, блядь, построить. Это всегда, блядь. Ну, я думаю, ну, сука, блядь, ну, наверное, мне выставят 1700. А я всегда угадывал вот почему-то. Я думал, выставят мне 1700, блядь. Ну, вот. Но хорошо было бы, если бы 300. Ебать, я сегодня прихожу, нахуй, она говорит. Она сначала говорит, ебать, вот тут вот так будет, вот тут вот так будет. Вот тут вот так будет. Я уши развесил, думаю, ебать охуенно будет. Она говорит, ну, и вот смета. Миллион восемьдесят тысяч, блядь. Я, 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 ну, я думаю, сука, да, у меня есть такие деньги, блядь. Ну, приватка нихуя себя кормит, блядь. Ну, я думаю, ну, я буду терпилой, ебаной, нахуй, если я заплачу миллион. Она говорит, ну, вот тут можно сэкономить. И 83 тысячи можно, блядь, ребята, сэкономить. Блядь, представляете, что-то не добавить. А какая нахуй разница, это меньше десяти процентов стоимости, блядь. Миллион рублей за лестницу. И ладно бы ее с нуля мне построили. Ладно бы там не было лестницы. Но она есть. Просто сделать ее красивой, с покрытием, с подсветкой. Сделать перилы, чтобы у меня, когда ребенок родится, чтобы он нахуй не выпал, блядь. Да, вот эту всю хуйню. Ебать, я охуел, когда увидел. Я бы думал, ну не, ну просто нет. Типа, блядь, ну я не представляю в момент своей жизни, чтобы я смотрел такой на лестницу и думал, блядь, ебать я охуенный нахуй. Ебать у меня лестница. Я могу понять, купить дорогой унитаз, когда ты срешь, блядь, и думаешь, ебать, как охуенно я сру. И унитаз даже черкаши не оставляет, да. Я купил себе дорогой слив, вот именно, чтобы, который там волосы как-то засасывает. Потому что я заебался, блядь, раз в два месяца, я достаю вот это Сониные волосы нахуй. Вот, короче, вот это все. За это я понимаю, что можно заплатить. За кухню можно заплатить. Потому что это функциональный предмет, блядь. Ну, сука, за лестницу нахуй. Я ебал рэп, блядь, я охуел нахуй. Короче, ну я начал быковать, говорю, ну нет, ну просто, ну нет, блядь. Вот, начали звонить заказчику, сука, ой, не заказчику, а исполнителю, ну, который вот делает эти лестницы. А он говорит, ну, блядь, я сейчас в машине еду, я не могу вас приценить. Думаю, ебать, что? Остановись, ёпта. Миллион рублей. Ты, ты едешь в машине, и ты не можешь остановиться нахуй. За миллион рублей, блядь. Ты чё, блядь. Короче, все, он остановился нахуй. Вот, и говорит, ну вот тут, да, тут можем. Короче, дерево нахуй. Короче, там основные, чё, мне ебать все хотели сделать из дерева. Да я ебал это дерево за лям нахуй. Короче, он говорит, ебать. Это надо изгиб дерева. А у меня же там изгибается один момент. Он говорит, надо плавный изгиб дерева. Это он очень дорого. Либо мы берем гигантский брусок и из него вытачиваем изгибистую хуйню. То есть это целую круглую древесину взять и из него вырезать маленький кусок, который изгибается. Либо второй вариант гнуть дерево. Это по каким-то технологиям. И, блядь, желез... Всё железкой нахуй. Всё железкой, блядь. Дальше ещё какую-то хуйню. Ещё какую-то хуйню. Стекло 70... Нет. 70 или 80... 70. 70 тысяч рублей. Вышло стекло. И говорю, да да нахуй. Она говорит, так это же, ну, получается, от общей суммы недорого. Я говорю, да 70 тысяч рублей. У меня позиция такая. Ну, охуенно выглядит. Но, если что-то может разбиться, оно рано или поздно разобьётся. Это, блядь, это закон жизни, нахуй. И лестница, по которой теоретически я когда-то что-то буду таскать, блядь. Или, опять же, у меня, блядь, ну, рано или поздно ребёнок будет, нахуй. Круперы, нахуй, это, блядь, это стекло, блядь. Вот. Ну, всё равно, нахуй, я... Мы вычли примерно 300 тысяч рублей. Но, всё равно, нахуй, лестница, это злоебучая пиздец, я в охуеозе, блядь. Вот. Ну, хотя бы, блядь, ну, это сейчас ещё пересчёты будут. Может быть, ещё там что-то придумают. Но я просто сказал, ну, нет, ну, нет, ну, блядь, ну, какой... Ну, миллион, блядь, ну, нет. Опять же, я не знаю, сколько сейчас стоит... Я взял кухню себе вроде за 300 или за... От 300 до 600 тысяч, я не помню. Сейчас, естественно, всё подорожало. Ну, я понимаю, почему можно заплатить за кухню большую стоимость. Шкафы там какие-то, да, где ты чё-то хранишь. Ну, блядь, это ещё нормальная тема, блядь. Хуйня, где ты чё-то крутишь. Я ебал, блядь. Не, 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 да ты до 700 мы скинули. Я ещё вот это, то, что 83 тысячи, я сразу, нахуй, вычеркнул, блядь. Ну, вот. Ну, я ебал рэп, конечно, нахуй, это охуеть. А я думал, я думал, ебать, сейчас я ипотеку закрою. Думаю, сейчас я свой ангар начну уже строить вся хуйня. Блядь, да, думаю, охуеть. И я потом говорю, вот просто... О, переподключение успешно. Всем привет, всем здравствуйте. Всем хлоу, всем хай. Здорово, здорово, ребята. Всем привет. Короче, ещё раз, да, откатываюсь назад во времени. Рассказываю, блядь. Я сижу с дизайнершей и говорю, просто прикиньте мне, вот скажите, примерно, да, на какие траты мне ещё рассчитывать, чтобы... Ну, вот, чтоб я примерно понимал, нахуй. Она говорит, ну, вот мы делаем какую-то квартиру, ремонт в квартире, в которой 70 квадратных метров. Ну, и мы туда делаем всю мебель. 5 миллионов рублей. Сука, я не... Ну, я понимаю, что цены выросли с тех пор, как я вот здесь делал ремонт. 5 миллионов рублей, блядь. Ой, блядь. Сука, Зак, уйди нахуй с моей трансляции, блядь. Я ебал рэп, конечно, я охуел, блядь. Я в охуевозе, нахуй. Ну, учитывая то, что меня эта дизайнерша сначала вводит в места, в которые дверь входная 400 тысяч, вот, а потом мы идём и находим, ну, блядь, за 200, за 80 тысяч. Я понимаю, что, ну, блядь, примерно я смогу, нахуй, сэкономить. Но я, когда услышал, блядь, 5 лямов, блядь, сука. Не, я мог бы, конечно, жить как охуенный шейх, но я просто не... Ну, я не... Я не представляю вот свою жизнь такую, что... Я сажусь такой и говорю, ебать, моя кухня стоит полтора ляма, блядь. Блядь, куда нахуй? Куда нахуй, блядь? Вот. И этот... Всё. Ну, у меня есть два варианта. Я пойду туда, где... Короче, вот у меня есть компания. Мне, по-моему, там даже скидки дают. Они вот тоже всё это делают. Вот они мне этот шкаф сделали. Они мне сделали всю кухню. И они мне сделали входной шкаф. Ну, короче, вот всё, что связано-то, вот, встраиваемой хуйнёй, ну, блядь, ну, я просто... Вот, ну, мебель, типа диван, кровать. Это я буду, конечно, ну, заказывать, наверное, через эту дизайнершу. Вот. И нормально. Вот. Ну, такая вот хуйня получается, блядь. Ну, я, конечно, нахуй в охуевозике, ребята. Вот. И нормально. Вот. Не, ну, блядь, даже если меня греют как гоя, зато охуенно, как я потом буду жить, конечно. Вот. И буду очень рад. Вот. Дальше. Ну, я так поприкидывал, поспрашивал, да. Ну, всё, короче. Улица у меня будет только в марте где-то. Вот. Ну, короче, блядь, когда не будет мокрая улица. Когда не будет снега, нихуя. То есть не в этом году, короче. Не в этом году у меня будет улица сделана. Там плитка, вся хуйня. Там вот это, знаете, газончик постелить. Ну, оно, в принципе, и нормально. Потому что, вот, допустим, мне в ноябре бы сделали газон. И хуяк зима, и этот бы газон бы, нахуй, уже сдох бы. Нахуй, ну, мне надо. Поэтому, в принципе, нормально. И мне сказали то, что, ну, блядь, в мечтах своих ты, конечно, можешь заехать до Нового года в дом. Вот. Но это как бы в мечтах своих ты можешь заехать. Вот. Я такой, ну, в принципе, в принципе, я понял, нахуй. Готовить бабки надо жестко. Все. Ну, блядь. Ну, значит, нормально. Не, ну, я еще при этом, я не хочу заезжать, знаете как. Мы в эту квартиру заехали. У нас, допустим, двери еще не были установлены. И мы еще жили. И нам устанавливали двери. Пока мы жили, нам устанавливали кухню. Там, типа, неделю. Ну, и не кайф. Я хочу вот, чтобы уже все было. Пусть оно подольше будет. Но я заеду. Вот. И как бы и хуяк, и все. Вот. Это значит, что? Это я вам к чему говорю. Сегодня скам, ребята. Смотрю любую хуйню, которую вы захотите, блядь. Любую хуету я буду смотреть, блядь. У меня теперь стримы, блядь, по 12 часов в день. Минимум, нахуй. Каждые 5 минут реклама приватки, блядь. Вот. Все, нахуй. Ребята, блядь. Когда греют меня, на самом деле, я просто промежуточная ступень. Вот. Я планирую, чтобы у меня вот так вот верхняя линия, это бегущая строка баннеров была бы. Просто баннеры, баннеры. Просто бегущая строка баннеров, не останавливающаяся. Чтобы у меня было... Блядь. Вот такая вот охуенная темка. Все. Надеюсь, будет. Надеюсь, блядь. Вот. Блядь. Каждый день новый баннер. Блядь, охуенно. Сука, и был охуенный комментарий. Я об этом в приватке говорю. И какой-то чел пишет, типа, я вообще-то подписывался на ростовского миллионера, а не на нищука какого-то ебаного. Вот. И сегодня так совпало, то, что мы месяц назад подписывались. Я вижу, сука, 5 отписок подряд из моей приватки. Блядь. Ааа, это тысяча рублей! Блядь! Все, пиздец! Вот, я уже думаю, а, сука, нахуй я ангар взял, блядь? Вчера ангар, все у нас. Думаю, теперь у меня какой-то... Вот до этого я думал, сука, нихуя себе. Я хотел провести игры Фуги просто с призовым фондом 50 тысяч рублей. И потому что я вас люблю, и потому что, вот, гои прогрелись у меня. И, ну, как бы я... Теперь я думаю, да, нахуй я, блядь, игры Фуги 500 рублей, блядь, призовой фонд, нахуй. По минчику и спать, ёпта. Куда, ёпта, блядь? Я ебал, рэп. Вот. А я... Знаете, какой у меня самый большой был план? То, что я заезжаю в дом и начинаю сразу строить новый дом. И у этого дома будет просто рядом гигантский гараж. Это будет моя стримерская. Просто я зарегистрировал бы это как гараж, нахуй. Но, чтобы вот я вышел из дома в гараж, нахуй. Вот, ну, это я у Кости спиздил, кстати, эту идею. Вот. У него что-то такая была. Костя, а можно твою мечту спалить или нет? Ты тут? Вот. Ну, там у Костика ебанутая мечта, но я бы чуть-чуть бы по-другому бы сделал. Вот. Но у Кости там ебанутая тоже тема. Блядь, можно сказать или нет? Какая мечта? Ну, с гаражом и что будет сзади тебя? Ну, вот. Ну, это, блядь. Это, конечно, стиль такого, блядь, я ни у кого не видел. Я надеюсь, у Костика. Блядь, у Костика Костик планирует в своей жизни. Он сидит, у него стримерская в гараже. И сзади просто стеклянная стена. И за этой стеклянной стеной машины стоят. Ебать, охуенно было. Не, это вообще хасл. Это хасл, блядь. Ну, даже у Кайсина-то такого нету. Ну, вы прикиньте. А у Костика же 500 машин, нахуй. Он каждый день там новую может ставить. Сука, охуенно, блядь. Ну, это чел гений. Это гениальный человек. Вот. Все, ребята, ждите. Вход на концерт, блядь. Самый дешевый билет. 10 тысяч рублей теперь у меня отныне, нахуй. Ай, блядь. Сука. Да. Да, жестко, конечно, ребята. Я что-то присел, нахуй. Не, у меня как бы есть денег. Просто я думал, что ебать, я крутой. Что я ипотеку закрою. Я уже, блядь, родным всем рассказал. То, что, ребята, будет ипотека. Приходите на новоселье. Все закроется. Блядь, мне в приватке сейчас просто так, нахуй. 100 рублей за донатили. Спасибо, блядь. Фух. Да не, ну все, все. На самом деле, я как бы чуть-чуть прибедняюсь. Просто у меня были планы наполеоновские. Я спустился с небес на землю. Вот. Но нормально. Как бы нормально. Все равно. Красиво. Вам в любом случае большое спасибо, что вы меня поддерживаете. У меня самые лучшие подписчики. В моменты интеграции у меня всегда поддержка в чате идет. Вот, короче, ну реально хайп. Вот это вот прогретые, блядь, 4000 человек прогрелось в приватке. Это вообще пиздец. То есть, ну, я не знаю, у кого есть еще вот такая вот темка с 4000 прогретых. Ну, только круче меня, только Арсен Маркарян, наверное. Вот. И все. Вот. Но он, оказывается, еще и бесплатно добавляет в свою эту темку. Вот. Нормально. Вот. Ну все, будем завозить все равно контентик. Я еще думал, блядь, я реально думал нанимать уже там Леню. Может еще кого-нибудь, чтобы вот ангар как бы своей жизнью жил. Ну, вот сейчас я в такой чуть-чуть в эконом режим перейду. Я еще хотел себе, блядь, новый телефон купить. Думаю, да ебать какой нахуй. В принципе, и нормально, блядь. Все красиво у меня и так. Ну вот. Все хайп. Нормально. Дальше еще, подписчики, рассказываю вам новости, что вообще вчера произошло. Я увидел по комментариям то, что что-то многие проебланили данный момент. Значит, рассказываю, как у меня вчера день прошел. Я сижу просто, пиржу. Мне пишет Муханжан, блядь. Говорит, здорово, не хочешь ли ты совместный стрим, я в Ростове. Вот. Я думаю, да блядь, ну с одной стороны, а что делать, блядь, да? Вот без жесткого плана какого-то интересного. Вот. А с другой стороны, ну блядь, вроде прикольно. Я записываю в приватку, говорю, что вы думаете? Мне в приватку задел комментарий, типа, чел, ты проебал, типа, стримхату Дрейка? Ну хотя бы с Муханжаном пойди по стрим. Думаю, блядь, вообще в принципе справедливо, да? Почему бы и нет? Ну вот. Я говорю, Муханжан, подожди два часа, типа, мне надо именно собраться. Там еще можно Мелшера позвать. Он говорит, да-да, все, я подожду сейчас. Ебать, сука. Полтора часа до стрима я ему пишу. Ну че, все готово? Я нанял, блядь, Богдана и аутсайдера, чтобы они просто отгоняли чебоксаров, нахуй. Если они к нам будут подходить. Все, блядь, уже все распланировано. Короче, Мелшер уже ко мне приехал. Сидим. Блядь, полчаса до стрима. Сидим. Муханжан не отвечает. 15 минут до стрима сидим. Муханжан не отвечает, блядь. Сука, уже стрим должен начинаться. Муханжан не отвечает. Я уже открываю его стрим, хочу ему написать, блядь. А он не стримит, блядь. Сидим, думаем. Ну а че, мы собрались. Игорь говорит, поехали, поснимаем тиктоки, типа, тиктоки про то, что Samsung лучше, чем iPhone. Говорю, ну погнали, блядь, че-то мы собираемся, блядь. Едем, нахуй, в ТЦ-шку, блядь, там че-то. Профлексовочку какую-то устраиваем. Сука, там еще какая-то просто идиотская история случилась. Но это отдельная. Вот. Хуяк. Блядь, мы уже что-то покупаем табак для кальяна. Думаем, да, ну просто тогда покурим калик. Уже как-то настроения нет стримить, потому что собирались одно делать. В итоге, блядь, хуй пойми, че делать. Пишет Муханжан, говорит, ну пойдем хотя бы пиво выпьем. Блядь, какое нахуй пиво, блядь. Ему пишем, типа, мы не пьющие. Он говорит, вы че, блядь. Вот. Я говорю, пойдем в кал. Просто поболтаем хотя бы, да, там все дела. Вот. Говорю, алло, Бородор, забронируй нам кальянчик. Все нормально. Все красиво. Бородор бронирует кальян. Все, мы чисто... Блядь, но в этом кальяне занята випка, блядь. Вот. Говорит, ну просто вас куда-то посадят. Мы приходим. Думаем, все нормально. Сидим. Сука, приходит Муханжан со стримом, блядь. Я думал, мы уже все, просто посидим. Он приходит с телефоном, сука, блядь. Я думаю, ебать. Я потом в процессе стрима узнаю, то, что он стримил дорогу от отеля, блядь. Блядь, да нахуй кальянки, ебта, блядь. Прям, я думаю, ебаный, сейчас сюда ебать нас будут, нахуй, под входом в этот кал ждать. Я ебал, рэп, пиздец. Я говорю, о, Муха, завези мне контент, типа, в приватку, нахуй. Можешь мне, ну, именно кружочек в приватку снять? Я всех прошу. Он говорит, да-да-да. Снимают, говорит, блядь, мы в такой-то, такой-то кальянке. Подъезжайте, ребят. Да как, куда? Я удаляю, нахуй, этот кружочек. Думает, ты чё? Хуя к нам в какой-то момент в процессе стрима просто подходит, блядь, три или четыре человека, блядь. Говорят, о, мы ваши фанаты? Мы тут в випке сидим. Сука, блядь, мы не сидим в випке, потому что наши подписчики сидят в випке этой кальянке, нахуй. Говорят, ёбаный рот, думаю, чё за хуйня тут происходит? Потом сидим, завозим ещё контентика, да? Вот. Нам хуяк, а Муханджан заказывал постоянно пиво, блядь. Нам приносят, блядь, сколько там бутылок, блядь? Где-то восемь бутылок пива, блядь. Вот, приносят. Потом ещё говорят, типа, мы когда уходили, это уже было без стрима, нам говорят, а вам не надо платить, за вас уже счёт закрыли, вообще можете заказывать чё угодно. Думаю, нихуя себе, блядь. Тоже вот это поворот охуенный посидели. Вот. Ну и всё, короче. Этот пиво было недопито это даже. Да вот, потому что этот, как его, Муханджан не вывез это пиво пить, блядь, а ну, а мы не пили пиво. Вот, и всё. Посидели, но завезли мы контента реально прикольного, там тиктоки охуенные, блядь, там были реально приколы, то, что, блядь, Муханджан два раза дунул в кальян так, то, что этот кальян, блядь, разъебался, оттуда какая-то хуйня вылетела, какой-то шарик нахуй начал по полу кататься. Мы только починили, он второй раз в него дунул, там ещё всякая хуйня, но это золотой стрим. Жалко, нарезок не было, такой чуть-чуть не в моём фасоне, да, потому что там ещё люди рядом были. Я подошёл потом, ребята, спросил у персонала, всё нормально, там ещё подходили официанты, они выкупали то, что мы стримеры, подходили, говорили, осуждаю, что-то ещё говорили. Ну, короче, прикольно, реально посидели, там прикольный был стрим, жалко то, что вы на него не все попали, вот, но там запись реально можете глянуть, там, ну, прикольные моменты. Есть, вот, всё красиво, в итоге все остались довольны, вот, в самой кальянке я, ну, я реально переспрашивал, говорю, всё у вас хорошо. Да-да-да, всё хорошо, всё, мы посидели, реально прикольно. Ну, добрый был стрим. И потом мы ещё погуляли, показали Муханжану с его кентом Ростов, показали самые главные достопримечательности, а это у нас, ну, где год назад в Агнара танк парковали, это вот у нас главная достопримечательность Ростова, мы всем вот рассказываем гостям города. Он говорит, ебать, охуенно, типа, ну, вот, мы говорим, вот здесь вот прям лежали чуваки с пулемётами, он говорит, нихуя себе, бля, прикол, надо в Ростов переезжать, блядь, нахуй, я в Москве вообще живу. Да вот, ну, и, короче, мы погуляли, подъехал Костик Смерч тоже, типа, мы тут посидели, и они всё, уехали там, куда? Ну, они, наверное, уже в этом Адлере, или, подожди, где они, блядь? Короче, вот что-то, блядь, не доезжая до Сочи, вот, всё прикольно, мнение по Муханжану, добрый, реально прикольный парень, хайповый, я ещё в процессе разговоров понял то, что если бы мы, блядь, с Игорем жили бы в Москве, ну, у нас просто пиздец, дохуя бы среди стримеров гораздо больше было бы знакомых, и коллабов всяких, блядь, и всё такое, вот, это такой, чуть-чуть минус. Вот, а вообще, ну, как бы, Ростов самый охуенный, он говорит, ебать, у нас уже зима, ну, точнее, осень, а у вас поохуенно идёшь, как будто на море, но ты не на море, блядь, вот, ну, и всё нормально, заебумба, потусили, вчера был хороший день, вот, а сегодня он испортился тем, что, сука, лестница стоит миллион рублей, блядь, у меня, нахуй. Вот, вот такая вот история, ребята, кучерявая, охуенная. Вот, всё, завтра иду, ребята, записывать ещё один хит. Будет просто охуенно, я жду, не дождусь момента, когда вам смогу слить хоть одну, так называемую, демку или сниппетс. Вот, когда-нибудь, надеюсь, будет, чтобы было нормально. Вот, это мой... А, блядь, теперь самое тупое, что произошло вчера, сука. Я вчера чуть ещё в какой-то момент не умер от кринжа. Мы стоим, встретились ещё с Ниморгенштрексом. Вот, сидим чё-то, блядь, болтаем, нахуй. То есть, ну, мы поехали вот это в ТЦ, стоим, а там вот ДНС, блядь. Стоим, болтаем у Ниморгенштрекса, блядь. С ним какие-то, блядь, ну, школьники. Ну, просто, ну, скорее уже 18-летние, но... Ну, для нас они школьники, блядь. Хуяк, блядь, они оказываются с СП, блядь. Просто, блядь, челы... Мне говорят, о, вот это вот, это Дарт Вейдер с СП. Вот, ну, просто вот, помните вот мемы, блядь, СП Моминце? Дарт Вейдер, он говорит, вот, блядь, Дарт Вейдер с СП. Потом это у меня в самое сердце ранило. То, что они вчера, ну, точнее, позавчера уже, были в Стрепухе без меня, блядь. Представляете? Я охуел. Вот, я... Когда у моих друзей появляются друзья, кроме меня, это хуйня полная. Я начинаю ревновать, блядь. Вот это... Не имеют права мои друзья иметь своих друзей, блядь. Так вот, короче, мы стоим. Просто выходит какой-то школьник, блядь. Ну, не друг, блядь. Выходит какой-то школьник и говорит, можете мне, пожалуйста, помочь донести до машины монитор? Думаю, хуй пойми. Он узнал нас, не узнал, думаю. Ну, давай, блядь, по приколу поможем. Вот. Короче, какой-то школьник купил себе компьютер в ДНСе и монитор говорит, помогите донести до машины, блядь. Вот. Идет счастливый школьник. Вот. Мы берем вот эту всю хуйню. Начинаем нести. Он просто с каким-то пакетиком с чеками идет. Мы несем его, блядь, аппаратуру. Просто незнакомую челу, блядь. Вот. И, блядь, школьник счастливый. Мы у него начинаем спрашивать. И он говорит, блядь, вообще мега уважение школьнику, прикиньте. Он говорит, вот у меня до этого не было компьютера. Это мой первый компьютер. Вот. Мы у него спрашиваем, о чем ты, о чем, зачем тебе компьютер. Вот. Он говорит, я хочу либо программированием заниматься, либо дизайном. Думаю, нихуя. Вот. Если сейчас у, хотя бы у половины школьников такая цель, блядь. Ну, обычно, знаете, вот это. Мне ноутбук для учебы. О, Майнкрафт. А чел говорит, ебать. Вот у меня всегда был телефон. Вот сейчас появился компьютер. Я хочу быть программистом. Думаю, нихуя цели сейчас, блядь, у школьников охуенные. Вот. Мы идем, идем, блядь. И не, ну, уже очень далеко идем. То есть он вызвал такси, блядь, на другую, нахуй, вообще, сторону, блядь, торгового центра. И не Моргенштерн идет, говорит, я сейчас разъебу его монитор просто для контента. А потом куплю его новый. Я говорю, блядь, сука, это будет охуенно, но не смей, пожалуйста. Блядь. И Валера просто иногда идет так. А-а-а-а! Блядь. И у меня всегда, ну, у меня просто замирает сердце. Я понимаю то, что это смешно, и то, что Валера ему еще круче, нахуй, монитор купит. Ну, блядь, я просто представляю. Прикиньте, у школьника первый компьютер, блядь. Он просто попросил каких-то незнакомых челов купить. Ой, блядь, донести ему до машины эту всю хуйню. Ебаный факт, блядь, он бы умер. Он бы прям там, на месте, блядь, умер бы этот школьник. Слава богу, блядь, нихуя этому школьнику Валера не разбил монитор, но это было бы просто пиздец смешно. Если б можно было бы это снимать, я бы сказал, бей нахуй. Вот, но, как бы, все нормально, все красиво, школьнику не разбили. Мы, он вызвал просто такси, мы кладем ему в такси. Это вообще пиздец. Мы берем, кладем ему в такси компьютер, монитор. Я просто иду и сажусь в это такси и сижу там. Ну, бра, типа, блядь, таксист смотрит на меня в ахуе. Блядь, школьник сидит, такой, блядь, что за хуйня? Говорит, ты со мной поедешь? Я говорю, да поехали. Блядь, там вообще ебань была. Вот, ну ахуенно. И все, смотрите, я сфоткал напоследок, этот школьник радостный уезжал. Но, ребята, он испортил все настроение, ребята. Напоследок, блядь, когда уезжал, блядь, настроение было испорчено. Потому что он показывал знак 52, блядь. Сука, гандон, мы сначала донесли, блядь. Блядь, мы сначала донесли ему все. А когда он уже съемывал, он показал 52. Мелкий гандон, блядь. Охуевший, блядь. Вот, ну зацените, какой счастливый. Блядь, ну школьнику респект, что он там, блядь, вот это вот комплюдатор для программирования, там все такое. Вот, ну правда, потом он что-то еще из машины там такие жесты интересные показал, да. Но это уже такой перебор был. Вот, ну и все, представляете. Просто такая интересная, добрая история, блядь, вчера произошла. Все красиво. Вот, вот такая вот, ребята, история. Интересная. Крутая. Всем лайки с вас со всех ставьте. И все красиво. Вот бы у меня такая хуйня бы каждый день смешная происходила. Блядь, если бы он разбил бы его монитор. Но мы еще, школьник шел вперед, нас вел, мы еще обсуждали, типа, что, ну, монитор, он же в коробке, и там все еще пенопластом заделано. То есть надо было бы уронить монитор и на него упасть, и по нему еще вот так прокатиться, чтобы его разъебать, блядь, этот Моник. Вот. Ну, он бы, скорее всего, не разъебался, если бы его уронил Валерон. Да будет, ну, все уже, уже как бы, все красиво, все чики-бомбони. Школьник счастлив. Но он бы, наверное, был бы еще больше счастлив, когда бы ему купили монитор получше. Но лучше не надо. Это его первый комплюдуктор. Вот. И нормально. Вот. Вот такие ребята. Добрые истории. Всем хорошего настроения. Вот. И нормально. Извиняйся перед нами за то, что ты нищий. Вот, блядь, у меня комментарий. Извините. Извините. Я пока еще не нищий, но когда я, видимо, оплачу лестницу и вот эти хуйни всякие, как это называется, блядь, вот тогда нищета, конечно, меня постигнет. Жесткая. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...